Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам о своих покупках на Алиэкспресс. Иногда нам приходится выкручиваться всевозможными путями, потому что не всегда найдешь ты в магазине тот или иной размер фурнитуры, колечко или еще какой-нибудь хрени. Ну в общем, Алиэкспресс иногда выручает. Надеюсь, что вам понравится это видео. Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал, конечно же. Итак, пришла посылка мне с Алиэкспресса. Судя по тому, что я нащупала, это, скорее всего, ножницы. Сейчас будем открывать. Ножнички я заказала декоративные. Ну как декоративные, они для работы годятся, просто очень красивые. Каламбур ножницами. Скрываю пакет с ножницами. Ну какие. Симпатичные. Что-то смазано, видимо. В принципе, они новые. Почему обращаю на это внимание? Потому что до этого заказывала другие ножницы, и они пришли побитые. У другого продавца. Довольно они тугие. Сейчас попробую что-нибудь порезать. Посмотрим. Режут нормально, но они, если честно, какие-то тугие, тяжело. Мне этими намного легче резать. Ну ничего таки, попантоваться можно. Выбирала в форме птички и цвета золота. Хотелось мне так. Там, кстати говоря, разные были фигурки. Я у этого продавца решила взять птичку. Если не ошибаюсь, это, по-моему, большая. То есть размер Latch. Есть еще Small. Не знаю, куда уж меньше. По-моему, это тоже не самая длинная. Длинная длина самого лезвия всего где-то 3,5. На 3-4. В общем, с ножницами вот так. Кстати, можно попробовать фон порезать. Посмотрим. Ну, фон можно чем угодно резать. Он легко режется. Только несколько слоев. Да, легко. Но, если честно, не очень удобные они. Мне тяжеловато что-то с ними. Итак, лот номер 2. Ну, судя по тому, что я тут чувствую, скорее всего, это маленькие контейнеры для бисера и прочей мелочи. Сейчас будем вскрывать. А, можно и без ножниц, наверное. Нет. Не вариант. Контейнер пластиковый. Пластик мягкий. Запаха почти никакого нет, в принципе. Вот здесь вот эти вот ограничители, слоты или как еще можно их называть, перегородки, они вынимаются. Вот это вот на месте стоит. В принципе, стоят хорошо. Замочек. Ну, нормально закрывается. Пластик очень мягкий. Не знаю, должен ли он таким быть. Я заказала сразу две штучки. Это была, кстати говоря, черная пятница в ноябре. 15 ноября я заказала. Пришли они сегодня. А сегодня у нас, да и бог, 19 января. Или 18. 18 января. Ну, в общем, шли довольно долго. Ну, тем не менее, в принципе, за свою стоимость, за такую сумму, точнее, вполне себе прилично. Царапин никаких нет. Хорошая штучка. Сейчас даже проверим, как выглядит в действии. Вот, высыпем мои бусины. Еще какие-нибудь бусины. Закроем. Не пересыпается ничего. Все нормально. В общем, довольна я товарчиком. Можно брать смело. Ну, вот, сегодня пришла мне очередная посылка. Сегодня, если я не ошибаюсь, 31 января. Посмотрим, что ко мне пришло. Я так подозреваю, что это ножницы. Хотя могу ошибаться. Да, это ножницы. Я до этого заказывала одни такие же. Они оказались бракованные. Собственно, как и эти вновь. Видимо, мне не судьба нормальные получить. Сейчас я найду, какие у меня были в прошлый раз. если я их не выбросила. Я накатала жалобу. Они мне выслали еще одни. Но они такие же. Если приглядитесь, увидите, что они побитые. Сейчас попробую сделать, чтобы видно было. вот здесь вот сколы. То же самое получается, что и с этими. Они поцарапаны, но сколов нет. Но если приглядеться, видно, что вот здесь вот идут царапины. И вот здесь тоже. То же самое с этими. Если приглядеться, то видно. Вот он, школ маленький. И царапины. И это все с двух сторон. В общем-то, в принципе, ножницы-то неплохие. Они удобные. Чтобы обрезать нитку, веревочку. Стоят копейки. Ну, ладно, напишем продавцу спасибо. Но тем не менее, все равно у него товар бракованный. Ссылки на продавцов и на товар я оставлю ниже под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока!